Сюзанна, энергетический психолог Сегодня в этом мне будет помогать моя клиентка Елена, которая уже получила очень хорошие результаты, именно поэтому она согласилась помочь мне в этой съемке, для того, чтобы рассказать вам о результатах и дальше продолжить работу на дальнейшей потере веса, потому что на данный момент результат ее еще пока не устраивает. Итак, я хотела бы, Елена, чтобы ты поделилась со всеми нами, во-первых, теми результатами, которые уже произошли при использовании техники эмоциональной свободы, техники мердионального простукивания, и каким образом и за какое время произошло снижение веса. Если ты можешь нам рассказать, на сколько килограммов уже вес уменьшился, пожалуйста, поделись с нами этими результатами. Здравствуйте! Хочу поделиться с вами своими результатами, которые, в принципе, для меня неожиданность на самом деле, потому что начала я делать простукивание еще год назад, и не совсем понимала, чем это мне может помочь, потому что не совсем глубинно знала вообще эту систему и технику, и какие результаты можно от нее получить. Поэтому мое простукивание, оно было просто основано на вею, что я могу это попробовать, и, возможно, это даст какой-то результат. Простукивала я примерно где-то месяц, иногда, может быть, были там какие-то дни, которые я пропускала, но в основном старалась не пропускать их. И потом, в принципе, как бы это все абсолютно забылось до определенного момента, когда я вдруг внутренне начала ощущать, что я легкая, стройная, изящная, что я не перестала себя чувствовать таким слоном посудной лавки, который не может развернуться, чтобы ничего не уронить и не разбить. Вдруг почему-то в голове появилось ощущение легкости, стройности, изящности какой-то, не знаю, гибкости тела, что ли, даже по-другому сложно это выразить. И тогда только в этот момент начался процесс моего похудения. То есть я начала худеть, причем я не сидела ни на какой диете, я ничего специально для этого не делала, я просто стала худеть. Мои пристрастия в еде, вкусовые какие-то, они поменялись, то есть я стала больше почему-то пить воды, мне не стало хотеть ее пить. Если раньше я как-то больше напивала с лимонадом, ну или с соком каким-то, что-то мне нравилось такое, там кофе, сейчас больше мне нравится определенный чай, просто воду, я стала меньше сахара употреблять. Но как бы это я не специально заставляла себя делать что-то для этого, чтобы вот поменялось все внутри, просто мне так стало хотеться. Это не насильственно, это естественно, это какой-то процесс, который просто-напросто начал меня приводить к другому образу жизни и к какому-то определенному результату. Если брать конкретно по поводу веса, то мой максимальный вес это был 94 килограмма. Сейчас я вешу 76 килограмм. Но как бы сам процесс похудения, он где-то в течение полугода начал происходить, сначала маленькими этапами и даже в какой-то степени неуверенными, потому что вес там плюс-минус, как-то плюс-минус. И потом в конечном результате вот с 94 килограмм я стала весить 76. Ну надо добавить небольшой комментарий уже от меня для наших зрителей, потому что Лена простукивала не совсем, скажем, усердно настолько, насколько в принципе можно было бы. То есть это было ее некое знакомство с этой техникой, по сути дела без глубокого внедрения. Она не услышала и в общем-то она это делала и действительно она почувствовала. И сейчас мы с ней, почему она и пришла, собственно говоря, мы стали с этим уже работать более серьезно, потому что, во-первых, она поверила и поняла, что это работает. И она обратилась ко мне, соответственно, мы продолжаем работать более глубже и проработаем сейчас на дальнейшее снижение веса и на очищение организма, соответственно, шлаков, токсинов, плюс ко всему на увеличение метаболизма в клетках. И то, что мы сейчас должны сделать с Леной, это обязательно попробовать понять и прочувствовать, в какой момент времени произошел тот внутренний сдвиг, что тело стало набирать буквально в смысле лишние килограммы. В какой момент возраста, времени, как ты помнишь себя, да, с какого возраста ты стала чувствовать, что тело стало набирать лишние килограммы. И давай попробуем с тобой разобраться, как ты считаешь, мы, в принципе, уже говорили об этом до этого, в общем-то. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему, да, произошло то, что тело стало, в каком смысле, откладывать лишний жир, лишние килограммы. Ну, начну с того, что мне раньше было очень сложно проследить вообще свое детство, потому что я обнаружила то, что как бы очень многие моменты моего детства, они для меня почему-то стали закрытыми, ну, пропали просто в памяти. И было очень сложно понять вообще, почему все это происходит со мной, и что это просто, ну, как-то, какие-то блоки видны, а не какая-то судьба там, либо карма какая-то, которая тебя присутствует, преследует, скажем так, с детства. Оказывается, все гораздо, ну, более понимаемо, да, то есть можно разобраться во всем, и поэтому, ну, как-то вот тихонечко, мелкими шагами мы пришли к тому, я сама пришла к выводам, и вспомнила некоторые моменты моего детства, по которым, по причине которых, я считаю, что вот этот мой лишний вес начал появляться, откладываться на моих... Боковщихся, да, так тело, скажем так, да. Вот, я просто вспомнила момент где-то примерно в возрасте 10 лет, когда, ну, это еще не такой, скажем, возраст, еще практически только в стадии подростка, когда ты еще очень любишь и свою маму, своих родителей, такой как бы абсолютно открытый любовь. Наивен достаточно. Да, вот как бы вот в тот момент, когда ты любишь своих родителей, тебе хочется сделать все так, чтобы облегчить там бытовую какую-то проблему, что-то убрать там, приготовить как-то и так далее, ты делаешь это с удовольствием, ты понимаешь и считаешь, что твоя мама, она ценит это, видит это, она как бы гордится тобой, что... Есть желание соответствовать ожиданиям родителей. Да, было желание соответствовать ожиданиям родителям, не только ожиданиям родителям, а то есть, ну, как бы, я считала, что я делаю все так, для того, чтобы моя мама могла действительно мной гордиться, могла меня похвалить, могла сказать, что ты такая молодец, что у тебя все хорошо получается, но, к сожалению, поддержки от своей мамы я не чувствовала и не видела. Были такие даже ситуации, когда в присутствии других людей, там, каких-то наших знакомых и гостей, она все время, наоборот, давала мне отрицательную оценку, то есть она говорила, что я очень твердолобая, упертая, мне очень сложно что-либо заставить делать, и вообще я как бы ничего никогда не делаю. Это противовес тому, что всегда хвалила, как бы, мою младшую сестру, что вот она все делает хорошо, быстро, все у нее великолепно и прекрасно получается. Какие чувства это породило в тебе на тот момент? Какие ощущения у тебя были на тот момент? Было очень больно. Было очень больно, потому что я, на самом деле, случайно услышала разговор на кухне моих родителей с моими знакомыми, с нашими родственниками, которые приезжали из другого города, о том, вот именно эти слова, когда моя мама дала мне отрицательную оценку, то есть она меня не похвалила, она не сказала о том, что вот такая молодец, все делает, и вообще все быстро, и чистенько, и аккуратненько, и учится, и так далее. Была оценка, наоборот, отрицательная. Я помню свое состояние, очень долго плакала, ничего не сказала, конечно, маме, но вот эта вот сама ситуация, она дала такой определенный толчок, потому что меня не ценят, потому что меня не понимают, что бы я не сделала. Я перестала просто стремиться к чему-то лучшему, у меня не было интереса учиться, не было интереса приходить как-то домой, что-то сделать так, чтобы, ну, как бы, чтобы помочь родителям. То есть пошла какая-то определенная апатия. В этой ситуации это породило то, что Лена даже, в прямом смысле, перестала расти ввысь, а просто стала увеличиваться, расти вширь, вес стал откладываться. Именно с этого момента ты не помнишь, да, что произошел какой-то вот такой вот сильный... Потому что для нее это было действительно серьезным... Мы определили, что у нас была негативная программа, которая произошла вследствие стресса, полученного в процессе простукивания. Мы будем просто проговаривать, что будем избавляться именно от этой негативной программы. И этого будет уже нам достаточно. Мы будем стучать по определенным точкам на сайте. Мы не будем сейчас очень долго посвящать время к тому, чтобы объяснять, какие точки мы будем простукивать. Если вы хотите действительно поработать на снижение веса, вы просто сейчас тогда за нами повторяйте то, что мы будем делать. И Лена продолжает работать на то, чтобы действительно уже серьезно стать той, которую она действительно видит внутри себя. И у нее уже этот образ достаточно хорошо вырисовался. И это очень важно. Это первый огромный, гигантский шаг. То, что она на самом деле уже видит, она в буквальном смысле чувствует, как она должна выглядеть и какой она должна быть. Если отбросить все эти программы, установки, которые пришли когда-то и являлись просто-напросто ложными установками, которые не относятся сейчас тем более к ее жизни. Итак, мы начнем простукивание по точкам каратэ, которые находятся, соответственно, у нас на ребре. Несмотря на то, что мое тело еще остается тяжелым и грузным, я целиком и полностью люблю и принимаю себя. Несмотря на то, что мне некомфортно в своем теле, я целиком и полностью люблю и понимаю себя. Я понимаю, откуда это все произошло. Именно сейчас я готова все это поменять. Далее мы будем простукивать точки, которые будут находиться в теле. Это угол брови. Первая точечка. Угол брови. Достаточно двумя пальчиками простукивать. Мы простукиваем и проговариваем следующее. Да, мой обмен веществ сейчас замедлен. Да, мой обмен веществ сейчас замедлен. Точка возле угла глаза, прямо на косточке. Да, это порождает отложение излишнего жира. Да, это порождает отложение излишнего жира. Точка под глаза. Да, мой обмен веществ еще пока снижен. И недостаточен. Да, мой обмен веществ еще пока снижен. И недостаточен. И недостаточен. Для того, чтобы сжигать лишние килограммы. Для того, чтобы сжигать лишние килограммы. Под носом, точечка. Но я вижу своё тело стройным, изящным, и я знаю, что это возможно. Под губами прямо то, с чего находится. И именно сейчас я принимаю решение легко и естественно ускорить обмен веществ в моём теле. Точечка, ключица, подключица, вот здесь с угла. Я чувствую, что замедленный обмен веществ связан с негативными программами, которые могут препятствовать естественному и здоровому метаболизму. Естественному и здоровому метаболизму. Точечка, подмышкой на уровне пускалтерной женщины. И я готова избавиться от всех негативных программ, которые существуют. Дальше, Точечка. И я легко и естественно путём простого простукивания Избавляюсь от всех негативных программ, Избавляюсь от всех негативных программ, Мешающих мне Добиться здорового обмена веществ. Добиться здорового обмена веществ. Точечка, опять возле угла глаза. Я принимаю решение ускорить метаболизм на уровне клеток во всём моём теле. Легко и естественно. Точечка возле угла глаза. Я целиком и полностью Открыто к новой жизни Открыто к новой жизни Под глазом. Мне интересно жить Мне интересно жить И я готова стать яркой Я готова стать яркой Красивой Красивой Изящной Изящной Точечка под носом Потому что я заслуживаю нового Потому что я заслуживаю нового Здорового Изящного тела Изящного тела Я принимаю решение Я принимаю решение Избавиться от лишнего веса легко и естественно. Я принимаю решение питать своё тело только здоровыми продуктами. Я принимаю решение отслеживать всё то, что я кладу в рот. Я принимаю решение легко и естественно выбирать для себя только полезные продукты с самыми лучшими продуктами. Я чувствую, как моё тело легко и естественно становится изящным, лёгким. Я заслуживаю красивого, здорового, роскошного тела. Я целиком и полностью люблю и принимаю себя. Я люблю своё тело. Я люблю своё тело. Храм моей души. Я заслуживаю нового, здорового, изящного и лёгкого тела. Я принимаю решение избавиться от лишнего веса легко и естественно. Я счастлива. Я счастлива. Я достойна красивого, роскошного, здорового тела. Я достойна красивого, роскошного, здорового тела. Я люблю своё тело. Мы можем простукивать то же самое каждый день. Те же самые слова мы можем проговаривать каждый день. Но если у тебя появляются какие-то новые фразы, ты хочешь повторить несколько раз, что я избавляюсь от негативных программ, если чувствуешь, что это нужно проговорить несколько раз, ты просто-напросто простукиваешь несколько точек подряд, пусть даже все, только на то, что ты избавляешься именно от этой негативной программы. Я выстукиваю эту негативную программу, я избавляюсь от этой негативной программы, потому что она была ложной, это было ложное принятие решения, это было неправильное принятие решения в моей жизни, и оно лимитировало, оно ограничило меня на много лет, оно остановило меня в развитии, оно мне мешало дальше в моей жизни, и это было действительно неправильное решение, неправильное принятое решение в моей жизни. И я прощаю себя за это, и я хочу идти дальше, я избавляюсь от этой негативной программы, я выстукиваю ее, я легко, естественно, просто-напросто избавляюсь. Когда вы стучите, почему очень важно, что мы не просто это проговариваем, сидя в стуле, но мы именно стучим. Потому что именно при простукивании вы делаете некий самомассаж себе. И массаж вы делаете по определенным точкам, и точки действительно они очень интересны, вы можете менять ваши руки, сначала простучать с одной стороны, второй круг сделать то же самое, с другой стороны, те же самые точки зеркальные отобразить. Это без разницы, если вы хотите, вы можете стучать сразу две точки вместе, и эффект, по сути дела, будет один и тот же. Здесь вы стимулируете, вы разгоняете энергию в своем теле, почему и называется энергетическая психология. Потому что не только работает аналитический ум, вы не только анализируете вашу проблему, которая существует в голове, вы прорабатываете это все через тело. Ну а для того, чтобы еще более глубже проработать конкретно вашу проблему, конечно же, нужно индивидуально взять занятия и проработать все конкретно по вашей проблеме. Тогда это будет работать действительно четко, точно, как мы сегодня это сделали с Еленой. Я благодарю вас за внимание, я благодарю Лену, что она сегодня согласилась принять участие в этом видео. И благодарю вас за то, что вы нас смотрели. Здоровья вам, счастья вам, удачи и любви.